Друзья, всем привет! Это начало видео истории о строительстве гаража совмещенном с мастерской, которой нам так не хватало. Так получилось, что мы с женой постоянно мастерим какие-то подделки, обустраиваем дом и до этого момента всем этим мастерством занимались буквально на коленке. Нам так не хватало места, где можно нормально сложить весь инструмент, поработать невзирая на погодные условия, да и просто оградить все это увлечение ручным трудом какими-то границами и не превращать наш двор в строительное побоище. Нашу мастерскую мы видим практичной и функциональной, поэтому будем использовать простые доступные материалы, некоторые материалы будем использовать повторно, да и весь бюджет постараемся уместить в разумные рамки. Гараж мастерскую будем делать не с нуля, на участке у нас есть старый гараж, от которого мало что останется, а также перед дома маячит захламленный сарай, который мы снесем полностью. Для удобства и понимания, что же все-таки мы строим, я набросал простенький 3d проект. Итак, габариты старого гаража в плане оставим как есть, все же сносить готовые кирпичные стены нам показалось неразумно, да и их внешние размеры в 6 метров на 4,90 вполне подходят для свободного размещения одного автомобиля. Сбоку будет пристройка, ее размер мы хотели сделать максимально большим, но без фанатизма. Глубина пристройки будет такой уже в 6 метров, а ее ширину привяжем к последующей двускатной кровли, для стропил которой будем использовать стандартные 6-метровые доски. Итак, ее внешняя ширина получилась в 6 метров и 70 сантиметров, а общие габариты в плане составили 11,6 на 6 метров. Проект в процессе все же претерпел изменений, но об этом позже. Работу мы начали с уборки старого гаража, который был захламлен настолько, что в нем мы уже не могли парковать автомобиль лет 5. Этот гараж вместе с старым домом мы выкупили у родителей, когда закончили строительство их маленького дома, поэтому захламлялся он на протяжении нескольких поколений. Подобная уборка сложна скорее не самим трудом, а психологическими переживаниями, которые возникают перед каждым выбором, выбросить вещь в план или все же это нужная штуковина, которую надо сохранить еще на пару десятилетий. В какой-то мере я уже достиг прозрения и намного легче расстаюсь с бестолковыми вещами, которые реально не планирую использовать в ближайшие годы. Если оглядеться, вокруг нас всегда копятся разнообразные вещи, которые мы не только не используем, но даже не имеем представления, куда их приспособить в будущем. Нам просто жалко их выбросить. А вот потратить время на перекладывание их с места на место при очередной уборке нам не жалко. А самое главное, что весь этот хлам не только занимает полезное место, но и замусоривает наш мозг, отвлекая от боли главного. Я всем рекомендую представить ситуации, что у вас нет свободной кладовки, чердака, даже лишней полки на кухне и любую вещь с сомнительной надобностью нужно будет хранить на арендованном складе. Уж тогда, проведя несложный расчет, вы поймете, что дешевле было бы ее просто выбросить, а еще умнее задуматься об этом при ее приобретении. И хотя мы выбросили добрую половину хлама, другую половину как бы нужных вещей надо где-то хранить и мы сделали временные стеллажи в старом доме. Уверен, что при их переезде в новую мастерскую мы также выбросим не меньше половины. После уборки гаража приступили к уборке сарая. Здесь в основном мы хранили стройматериалы, дубовые доски, остатки фанеры тоже перенесли в старый дом. Сарай очистили полностью, так как планировали снести его до основания. Параллельно заготовили обрезную доску для будущей мастерской. Как всегда, заготовку доски мы стараемся делать заранее в середине февраля, так как срубленная древесина в это время от природы более стойкая к гниению и до момента ее применения она успеет подсохнуть при естественной сушке. Для этого мы переклали ее рейкой в штабе и накрыли шифером, а позже защитили торцы от растрескивания закрасив их остатками старых красок. Субтитры создавал DimaTorzok Возле гаража у нас присутствовал неиспользуемый старый септик канализации, который нам было жалко хоронить под будущей бетонной площадкой и мы решили его сохранить для нуж той же мастерской, в которую установим умывальник с отводом воды в эту канализацию. Для этого подняли горловину люка до будущего нулевого уровня пола и в эту горловину вставили две 50-миллиметровые трубы, одну для умывальника у стены, а другую для вентиляции септика. Так как люк мы в итоге уплотним, чтобы запахи не шли в мастерскую. Люк постарались выбрать максимально прочным, чтобы он мог выдержать вес автомобиля. На следующем этапе нам нужно было переставить на новое место токарный станок весом около двух тонн. В этом мне помогал друг, и мы перекантовали его с помощью ломов на отрезках труб. Пол в гараже кривой, с перекосом по уровню, чуть позже будем его выравнивать новой бетонной стяжкой. Поэтому станок в этом месте нам нужно еще и приподнять сантиметров на 10. И мы подняли его и закрепили на резьбовых болтах, которые его кстати и закрепят к новому полу. Станок накрыли тентом, так как кровлю на гараже будем раскрывать. И далее приступили к демонтажу сарая. У сарая мы делали временную пристройку, еще во время возведения дома. И там хранили стройматериалы, дрова, парковали мопеды, там часто играли дети. И в общем такая простая халабуда, которую мы соорудили за полдня, полностью себя оправдала. Шифер для нее использовали новый, поэтому его решили сохранить. А шифер сарая пустили на засыпку под площадку. Сарая пустили на засыпку. Дерево с пристройки пока отложили в сторону. Возможно в процессе строительства оно нам еще пригодится. Ну а то что останется мы пустим на дрова. Точно так же поступим и с деревом из кровли сарая. Продолжение следует... Продолжение следует... Перекрытие чердака было замазано толстым слоем самана. Сначала пробовали разбирать его выковыривая из-под самана по одной доске. Но в итоге оказалось проще сначала сгрести весь саман, а потом спокойно сорвать все доски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последними деревянными элементами мы выбили дверную коробку. Да, плюсом подобных демонтажных работ также есть возможность скинуть лишнее напряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом я выпилил стальной уголок своротного проема. Его сохраним для последующих работ. Да, сарай в прошлом использовался как гараж, где мы парковали свой первый автомобиль. Под сшатанный 24-ю волду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше приступили к разметке площадки, которая также будет служить и фундаментом под мастерскую. Разметили и забили колышки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверили диагонали и натянули шнуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также отметили нулевой уровень пола, который должен быть наравне с новым выровненным полом гаража. Оказалось, что перепады по грунту доходят у нас до 80 сантиметров. И засыпки понадобилось около 16 кубометров. Забегая вперед, скажу, что мы не завозили засыпку, а также не вывозили строительный мусор. Грубо говоря, убили двух зайцев одним выстрелом, используя строительный мусор как заполнение для поднятия нового уровня. Мы также просчитали уровни новой подъездной дорожки и площадки перед мастерской. И там тоже обошлись без завоза и вывоза материалов, высчитав средний уровень и количество строительного мусора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основным материалом для поднятия высоты площадок станет бой крепича, добытый при сносе стен сарая. Бетонная площадка будет не только опираться на бой крепича, но также при ее заливке мы укрепим бетоном эту засыпку по периметру. То есть накроем весь этот строймусор бетонной армированной шапкой с толщиной около 12 сантиметров. Для того, чтобы создать четкую толщину бетона, заливки по периметру, сделали просеку внутреннюю опалубку, которая и будет удерживать кирпичную засыпку до заливки бетоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а далее нас ждала самая веселая работа с завалом кирпичных стен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены решили валить внутрь здания, чтобы не разбрасывать мусор по участку. Сначала подпирались стену трубой, чтобы она не грохнулась в неподходящий момент, а потом принялись к подрезке угла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи по низу сформировали отрывную трещину. В одно из отверстий вставили лом и, используя его как рычаг, завалили отрезок стены внутрь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий участок стены разделили возле угла, иначе завалить его внутрь просто не получилось бы. В этом нам реально помог отбойный молоток, который я одолжил у друга. Без него этот демонтаж растянулся бы в разы. Единственным минусом этого отбойника был его вес больше 30 килограмм. И работать с ним в горизонтальном положении, особенно выше пояса, было затруднительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откровенно говоря, призывали сарая, мы получали истинное удовольствие. Здесь, у заднего фасада дома, мы соорудили террасу для отдыха, и эта постройка эстетически сюда никак не вписывалась. Да и сам процесс снесения кирпичных стен выглядел просто эпически и мощно заряжал адреналином. В общем, эта работа и шла в кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завал последнего участка стен. Стены был самым масштабным. Нам предстояло обрушить за раз около 10 тонн кирпичной кладки. Самым большим опасением было, что стена упадет в другую сторону и при этом разрушит шею канализации вместе с люком. Мы постарались избежать этого подпружения в нижних отверстиях пару ломов и принялись раскачивать стену. На помощь нам приковылял сосед. И далее все пошло по плану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, самая веселая и легкая часть работы была завершена. Далее нам предстояло разбить и перенести каких-то 30 тонн кирпичного боя. Но нас это не пугало. Здесь главное – позитивный настрой и правильная мотивация. Мы также надеемся, что хорошим настроением и мотивацией зарядились и вы. Сейчас мы впервые увидели свой дом с нового ракурса. А ландшафт, который менялся в лучшую сторону, придавал уверенности в силах для последующих работ. Если вам понравилось это видео, мы рекомендуем посмотреть продолжение строительства нашей мастерской в следующей части, к монтажу которой мы уже приступили. И чтобы не пропустить следующую серию, подпишись на наш канал. А если вы уже часть семьи MyGalaxy, настройте колокольчик уведомлений. Также рекомендуем вам посмотреть фильм, где мы наглядно показали весь экспериментальный опыт, собранный при строительстве нашего дома. Жизнь, обустроена своими руками, прекрасно и наделена смыслом. Желаем и вам ощутить эту радость. С вами были Гена и Вита, увидимся в следующем видео.